Всем привет, мои дорогие, любимые! Добро пожаловать снова на канал Наша Испания. С вами, как всегда, я Анастасия. Сегодня мы будем, как всегда, обсуждать, что же произошло в нашей стране за последние сутки. Итак, касательно ситуации. За пятницу, субботу и воскресенье у нас уже есть данные. Наконец-таки они поступили вчера, буквально в 8 часов вечера. И за выходные дни было зарегистрировано 13 984 новых случаев. Это говорит о том, что в среднем каждый день было около 4 661, плюс-минус. И индекс заражения у нас тоже понижается, так что, возможно, это совпадение, что сейчас лето, хорошая погода, люди как-то больше выходят на улицу, не столько находятся в закрытом пространстве, поэтому вирус не так сильно циркулирует, не цепляется за людей. И индекс понизился до 189 на каждые 100 тысяч жителей. Напомню, что в пятницу он был 198, то есть он довольно-таки хорошо, почти на 10 пунктов, чуть меньше понизился за буквально несколько дней. Те места, за которыми мы больше всего переживаем и у которых сейчас самая плохая ситуация на данный момент, это Паизваско, это Мадрид, Арагон, Наварро и автономный город Мелия. В этих регионах, в этих зонах индекс заражения составляет больше, чем 250 на каждые 100 тысяч жителей, что указывает на то, что там высокий риск заражения. Остальные автономные округи у нас в Испании, все, которые я не указала на данный момент, находятся ниже 250, что говорит, что либо низкий, либо средний риск заражения. Такие регионы, к примеру, как Балиарские острова, открыто винят Мадрид в том, что происходит с туризмом, да и вообще северной части Испании, потому что там почему-то цифры зашкаливают, хотя, понятное дело, в Мадриде, к примеру, огромное количество людей проживает, поэтому там, соответственно, по статистике и больше заражений должно быть. Но, к примеру, Барселона ненамного отстает от Мадрида, но там нет такой тяжелой ситуации, как в Мадриде. Так что непонятно, что там происходит, либо не соблюдаются меры, либо что-то. Вообще, по идее, в Мадриде было очень мало мер безопасности, бары и рестораны были открыты очень давно, еще до того, как ситуация это позволила, поэтому, возможно, это является каким-то пунктиком, из-за чего это происходит. Но, в общем, многие регионы обвиняют именно регионы с самыми плохими данными, из-за того, что не пускается туризм, и плюс ко всему еще из-за того, что Великобритания квалифицировала Испанию как небезопасную страну для путешествий. Ну, посмотрим, что же дальше будет. Все надеются очень сильно, что Испания уйдет скоро ниже 150, это будет значить, что они находятся в низком риске заражения, и тогда все изменится, границы откроются намного быстрее, и туризм хлынет сюда, не потому, что мы хотим здесь туристов, а потому, что тогда возобновятся очень многие рабочие места. Вторая новость из нашей Испании, о том, что сегодня, наконец-таки, мы не рады, не поймите меня неправильно, мы совсем не рады этому, но это так. Начиная с сегодняшнего дня в Испании вступает очень важный закон из-за допустимой скорости в городах. Я вам уже рассказывала когда-то, что у нас везде понаставили радаров, во многих частях Испании, особенно в больших городах, и это значит, что начиная сегодня, с 11 мая, эти радары активируются. Это значит, что они вступают в силу, и любой человек, который там проедет, не соблюдая скорость, начиная с сегодняшнего дня, уже может получить, и, скорее всего, получит штраф домой за превышение скорости. Кстати, штрафы довольно-таки серьезные. Даже уже с самого начала, если вы превышаетесь где-то всего лишь на 10 км в час, то у вас штраф будет 100 евро. Если больше, то не только штраф, а плюс еще и пункты от вашего права на вождение, тоже отберут. Если это испанское, если это какое-то интернациональное, например, разрешенное здесь водительское право, то тогда пункты, конечно же, не отберут, но штраф будет выше. И в городах по всей Испании на данный момент по новой нормативе можно будет ездить, то есть на машине, мопеде, на чем угодно, максимум 30 км в час. Это самый максимальный такой уже лимит. Во многих частях, как, к примеру, у нас здесь в Бенедорме, в некоторых дорогах, таких более мелких, даже скорость понижается до 20 км в час. А если это где-то в самом центре города, по небольшой дорожке, как в центре Бенедорма, на Средиземноморской авеню, там вообще у нас стоит 10 км в час. И плюс ко всему еще и стоит радар. То есть там уже больше 10, ну никак не проедешь. Радары в основном где-то, когда вы начинаете превышать 5-6 км, все вступают в активность, то есть фотографируют. Если там 2 км превысили, то нет, потому что есть погрешность как таковая, несколько километров по статистике. Так что они срабатывают чуточку выше, но все равно срабатывают. Так что будьте очень сильно осторожны, потому что начиная с сегодняшнего дня это все активно, полицейские контроли будут, мобильные радары, то есть которые можно передвигать, потому что очень много штрафов соберет полиция, если люди об этом не будут знать. Так что я вас уже предупредила на всякий случай. Следующая новость из нашей страны за последние сутки о том, что происходит у нас в аэропортах. Поступила очень интересная новость, такое изменение небольшое. Вы знаете, что когда-то те люди, которые заведуют аэропортами, значит Аэна, которые заведуют всем тем, что находятся в аэропорту, грубо говоря, простыми словами, объясняя, они подали в суд за то, чтобы им разрешили не платить аренду тех помещений, к примеру, каких-то магазинов, кафешек, баров, чего угодно, которые они арендуют у директоров аэропорта, то есть у хозяев этого места. Потому что они были закрыты, то есть были ограничения очень сильные, не только здесь, имеется в виду вообще по всей Испании, и они не могли работать, то есть прибыли не было никакой, и они хотели подойти вот под тот закон, который дает возможности, дает право на отсрочить аренду на некоторое время, пока ситуация не станет лучше. Чем воспользовались, кстати говоря, многие фирмы, многие компании, да и люди в том числе. Но суд решил, что нет, мои дорогие, вы должны аренду платить. Почему так произошло? Это не только здесь, по всей Испании, как я уже сказала. Оказывается, я выписала закон, чтобы не ошибиться, чтобы вам правильно сказать, аэропорт любой уступает зону магазинам, то есть это как уступок. Они не арендуют, это не контракт аренды, это называется контракт de contrato de concesión. То есть они временно уступают эту площадь магазинам или кафешкам, ресторанчикам, чему угодно. Именно поэтому официально по закону это не рассматривается как аренда помещения. И именно из-за этого магазины в итоге, да и вообще кафешки, что угодно там есть, берут риск на себя. Потому что их оплата никак не зависит от того, будут ли они работать или же нет. Нет, это их решение, они обязаны в год платить конкретную сумму за то, что им уступили. Хотя на самом деле это какая прям ни на есть прямая аренда, да. Но просто замаскировано под другим именем. И именно из-за этого они не могут попросить помощи у правительства и отсрочить арендную плату. Вот так вот у нас здесь происходит. Я никогда об этом не задумывалась. Я думала, что раз платишь за год аренду, это аренда и все. Но нет, это уступленное, временно как бы отданное место на пользование. Поэтому арендой это не считается. И теперь, даже если эти места, те бизнесы, которые там были, даже если они не зарабатывают никаких денег абсолютно, они обязаны будут выплатить всю вот эту вот аренду, все деньги, которые по контракту у них прописаны за год, даже если они не открывались. Они пытались оспорить это в суде, но верховный трибунал, то есть верховный суд у нас здесь в Испании, решил, что все-таки аэропорт прав и деньги им должны выплатить. Печально, но, увы, это так. Еще одна новость про отели у нас здесь в Испании. У нас есть самая такая, наверное, популярная цепочка отелей. Это Барселло. Есть, кстати, и агентство тоже, которое называется Барселло Вьяхес. Но вот эта цепочка отелей по всей Испании имеет около 65 плюс-минус отелей. И еще хочет взять под себя, то есть забрать к себе примерно 5-6 отелей здесь в Испании. И будет строить еще вне Испании несколько новых также. Так что расширяются они. Так вот, они сказали, что будут открывать у нас здесь в Испании почти все отели к лету. То есть практически все, которые у них есть, за исключением двух, которые будут закрыты на ремонт, а все остальные откроются. Так что если кому-то нравится именно эта цепь отелей Барселло, и кто-то будет приезжать сюда в Испанию, то знаете, что почти все отели будут открыты, вы можете выбирать любой для своего отдыха, в зависимости от того, в какую зону Испании вы хотите приехать. На данный момент открыто 40 отелей, и хотят к середине июня, к началу июля открыть все 64. Хотя на данный момент у них брони где-то 50% занятости есть, что немало, по идее, учитывая то, что пару месяцев назад это было вообще по нулям, а сейчас 50%. Так что вроде бы как дела идут хорошо, люди по чуть-чуть, людей вызывают на работу, вытаскивают их из Эрте, то есть контракты размораживают, они больше не парализованные, поэтому люди начинают работать и получать уже по чуть-чуть, понемножку полную зарплату, вместо всего лишь 70%, а то и меньше, когда они были на Эрте. Так что это замечательные новости для экономики и для многих семей, что туризм возвращается, потому что работа гарантирована. Две последние новости из нашего валенсианского округа и из провинции Аликанте. Первая новость очень интересная про тех людей, фермеров, которые работают у нас на земле в сфере агрикультуры и выращивают те или иные продукты для нас. В валенсианских именно огородах больших, они сейчас все вместе объединились и суммируются, то есть идут вместе, наряду с другими частями Испании, для того, чтобы начать производить более популярные фрукты или популярные какие-либо виды продукции. К примеру, у нас в валенсианском округе помимо цитрусовых деревьев, то есть, конечно же, это апельсины, лимоны, это вот грейпфрукт, то есть все-все цитрусовые у нас в основном здесь выращиваются. Помимо этого, несколько лет назад, уже, наверное, 10 лет назад, начали выращивать каки, вот это персимоны, потому что они вдруг стали очень популярны здесь в зоне, и все сразу начали скупать деревья и выращивать их. Сейчас как-то люди уже их так сильно не употребляют, это прошел вот этот бум, так называемый, и сейчас новый бум уже год-два как идет, и вроде пока не кажется, что он остановится, это бум авокадо, люди просто помешались на авокадо, потому что было очень много передач познавательных, на телевидении, да и вообще везде для диет советуют очень сильно авокадо, это очень полезный, с большим количеством витаминов продукт, который действительно очень легко приготовить, и из него можно сделать даже мороженое, уже не говоря о салатах, просто на бутерброд, вот так растолочь с чем-то, просто порезать на хлеб, в общем, что угодно с него можно делать. Так вот, многие ищут именно альтернативы для того, чтобы поддержать свою экономику, потому что авокадо выращивать, во-первых, дорого, но потом имеется довольно-таки высокая прибыль, потому что его продают тоже по очень дорогой цене. И вместо того, чтобы выращивать персимоны, теперь закупили деревья авокадо. Кстати, все те фермеры, которые здесь у нас в Валенсианском округе есть, они хотят зарегистрировать свою собственную марку, как бы бренд нашего региона, и чтобы им дали вот эту вот печать качества, она называется у нас Сео де Калейдад. Это значит, что в нашем регионе якобы выращиваются одни из самых хороших авокадо из всей Испании. Они борются за этот титул, поэтому почему бы и нет, если есть возможность развиваться и улучшить экономическое положение свое, своей фирмы, да и плюс ко всему нам подешевле будут эти авокадо стоить, потому что их никуда не высылают, нет никаких дополнительных расходов, а это прям авокадо из нашего региона. Кстати, их выращивают уже в Лануси, по чуть-чуть, по чуть-чуть, там есть фермеры, которые их вырастили, и они продаются у нас на базаре, стоят где-то 3,99 примерно за килограмм. Вот такая вот новость. Ну а вторая новость из нашего региона о том, что Чимо Пуйч это президент Валенсанского округа, да, у нас есть президенты даже округа, вот так вот у нас в Испании это все работает. Он сегодня уже открыто разговаривал с самым главным представителем Англии, здесь у нас, это Хьюг Эллиот, разговаривал с ним, это консул, самый главный представитель. Они говорили по конференции, по видеочату насчет того, что же происходит с нашим регионом, почему они так несправедливо с нами поступили, звучит как-то по-детски, почему вы так с нами поступили, да, но на самом деле это факт, вы знаете, что наш регион имеет самые лучшие данные, плюс ко всему Чимо Пуйч открыто ему сказал, я прошу у вас, чтобы вы сняли обязательный карантин у туристов, которые будут приезжать из Англии. Напомню, что в Англии живут не только англичане, там есть и русских очень много, например, там есть литовцы, есть латыши, то есть столько-столько всяких национальностей, так что это не только затрагивает именно англичан, это вообще всех людей, которые проживают в Англии. И он открыто показал ему прям наглядно на графиках, что у нас в Валенсианском округе есть меньше, чем 200 пациентов в госпитале, вообще по всем госпиталям нашего округа есть меньше, чем 200 пациентов, и только 40 из них находятся в реанимации. Все, все остальные идут на поправку. Индекс у нас тоже минимальный, здесь самый лучший в Испании, как я уже не раз говорила, и он просит, чтобы этот карантин, обязательный, 10-дневный отменили для нашего региона, и, ну, соответственно, оставили для всех остальных частей Испании, потому что там ситуация хуже. Кстати говоря, очень интересная информация поступает и из Англии о том, что Борис Джонсона, его тоже очень сильно давят на него, прям так эффектно, сильно, мощно давят, чтобы он снял этот карантин. Поэтому, возможно, до 17 мая еще есть время, буквально неделька, чуть меньше, 6 дней осталось, и, возможно, за эти 6 дней, пока не начнется официально свободный путь для всех, которые живут в Англии, чтобы приехать сюда в Испанию, возможно, что-то и изменится. Дальше тоже, кстати, нашей испанской погоды. Вот она, родимая погода у нас немножко странная. Вчера с утра, как вы знаете, был дождь, потом вылезло солнце, было прекрасно на улице, потом поднялся ветер. Ветер сейчас, кстати, есть довольно-таки сильный у нас здесь, но светит солнышко, небо безоблачное, голубое, прям у нас называется Афуль Электрику, электрический такой яркий, вкусный голубой цвет. Но, я уже сказала, ветер есть, поэтому не так сильно припекает солнце, как в предыдущие дни. Вот что происходит в целом по всей Испании, только лишь на севере остались где-то облака и дожди. Завтра, послезавтра будет такая же картина, как и сегодня. То есть на юге Испании и на Средиземном море будет почти безоблачное небо, солнышко светить, а на севере будут облака и местами дождь. Вот такая вот погода нас ждет до конца этой недели, скорее всего. Температуры понижаются, продолжают чуть-чуть, совсем на пару градусов понижаться в тех регионах, где ожидается дождь и облачное небо. Конкретно на севере будет от 6 до 18 градусов, в центре от 10 до 17, ну а на юге 16-23 градуса тепла. Как вы видите, тут плюс-минус нормальная температура для этого времени года, хотя могло быть и теплее. Ну а на Средиземном море от 18 до 27. В Аликанте сегодня обещают плюс 26, как в принципе в нашей зоне это самая максимальная температура, которая будет где-то в 3 часа дня примерно. В Барселоне тоже тепло, плюс 23. В Кадис 21, в Гранаде 22, в ХН 19. В Малаге и в Марбее плюс 24, там тоже будет светить солнышко. В Севилье 23, в Мадриде, в столице Испании плюс 19, там немножко попрохладнее, потому что дойдут облака до туда. В Мурсии сегодня рекорд, самое теплое место из Испании, там плюс 27. На Болярских островах плюс 20 и на Канарских плюс 23. Ну а в Валенсии будет примерно такая же температура, как у нас здесь в регионе, плюс 24-25 градусов тепла. Температура воды по-прежнему составляет 18.9 градусов Цельсиуса, почти уже 19. Я уверена, что как только пройдут вот эти облака, успокоится сильный ветер, то температура воды подскочит очень сильно. Напоминаю, что в начале июня уже, в принципе, можно купаться в море, поэтому температура должна подняться еще как минимум на пару градусов до начала лета. Вот какие новости нас ждали с вами сегодня, во вторник на этой неделе. Надеюсь, вам было интересно их узнать вместе со мной. Если вы хотите что-то поподробнее узнать, что-то спросить, можете комментировать. Пожалуйста, я всегда рада и с удовольствием читаю ваши комментарии и стараюсь на них ответить по мере возможности. Желаю вам прекрасного сегодняшнего дня и увидимся с вами в новом видео. Всем пока!